Утром перед молитвой вот приходят нам из-за стенки грекерия. Все уже с игрушками. Баба Надя. Я без игрушек сюда не пойду на молитву. Пусть они тоже молятся. У нас девятое сегодня декабря 2019 года, понедельник. Это моя баба. Ну ладно, ладно. Папа, папа, папа. Какая моя баба красивая. Тихо, 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 тихо. Давайте сейчас положи ее, сейчас молиться будем, чтоб тебе не мешало ничего. Пусть она там будет молиться. Баба, она сказала, ты даже ее не слышишь. Как так? Сказала, положи, сразу сейчас на молитве никуда не денется. Она пусть лежит у меня на кровати. Не трогай, даже не прикасайся во время молитвы. Серьезно. Это важное дело. Елизавета Петровна, тетка Петра Первого, объявила его своим наследником. В 1745 году вступил в брак с принцессой Софией Фредерикой Анхальццербской. Будущая императрица Екатерина II. Создали оппозицию гвардии, которую возглавила его жена Екатерина. Сколько воробьев тут. Наверное, около сотни. Сделал настов на столе. И вот перед окном здесь и голуби прилетают. Это все благодаря отходам, которые остаются от голубей. Мыши попортили, не доели. Это через стекло, туманное. Плохо видно. Ну, видно там, сколько их на столе. И там голубь ближе. Вот он прям торчит. Плохо, что ни окно не чисто такое. Но и голубь не один. Голубя полно. Вот оно что. Так. Значит, записывается, выставляется в интернет. Повторяю. Не против? Нет. Нет. Так. Коротко расскажите, кто вы, откуда и зачем. На выход. Вот белый выскочил. О, синеглазая. Стоп, всегда глянется где-то Паля, вот она Ну и как? Паля пугливая у нас Ну еще там где? Кого нету? А рыжая там? Прикрывай теперь тряпочкой Корми их Вот они где Вот они где едят Полезина На второй этаж На третий Где Ходят ищебарничают Надежда Васильевна Тут в литере сегодня у нас О, какой лопавухи Ну понятно Хорошо Только тут не кричи тихо Потому что у нас запись идет там Видишь, там он молится Сейчас будет дядя Сережа считать Хорошие вопросы Ой, Пушка, отдай мне О, ну все тогда Апостолом на тот момент осталось один Он нам это сказал Это его последний Слышно колонки И оно идет эхом Так, я тебе, Сергей, дам размышления Ну, минут на пять Ты сейчас подумай Потому что Ты меня слышишь? Слышно Потому что Ты узнал Сколько нового тут было Обязательно По ним вопрос Ты составь в одно Сконцентрируй на один ролик И выйди на меня И задай этот вопрос Все, что тебе накопилось Что непонятно Что не разобрался Что понравилось Все Сейчас отходи Выключаю я Выключаю И ты минут Через десять Даже минут Зайди Жду тебя Вот тут эти ящички засыпал Которые мыши съели Эта труха осталась Три ящички И тут насыпал Воробьям Вот это маленькое тоже Вот тут Семешек Сюда вот Версит я даю Жоланы Это Большая синица Научно называют Привез ловите Сегодня уголь Ну-ка Забьем машину Ну и небольшие Маленькие Припечки топим Уголь так-то хороший вроде Да? Да, отлично Ну По чему уголь-то Сколько заплатил За три тонны Десять тысяч Десять тысяч Да Ну это вот Конечно А то вместе с доставкой Вместе с доставкой Раз, ёлка такая Окно закрыли Одно мне нужно Туда идешь Туда идешь Тщ-щ-щ-щ Не мешай Тщ-щ-щ-щ Тщ-щ-щ Да, честно Ну Помните Заплате, Которое мы Вы Присывали Карманы Они тут Чё ей надо? Платье, которым вы пришивали карманы, а не тут. Ну-ка, переведи, а тут ещё она говорит. Платье два, которым он пришивал карманы. Два пластья, которым вы пришивали карманы. Они сейчас тут. Так, посмотри, под ногами чё это такое. Ну-ка, пойми. Ну, зачем под ногами? Она здесь стояла. Так, разрешите мне. Так, у меня просьба будет сейчас. Анская секта. Ролик сделаю, чтобы вы напели. Младенец родился, Грекой Вифлеем. Ты знаешь его? Конечно. Так, надо найти. На, пока, поснимай его. Это надо стихи, вот. Я его сейчас найду. Да ладно, ты иди туда там, где нет. Начать петь по Игнатику. Мы поём, поём баптистские. У нас же только свои песни. Но учёные. То же самое, что мы принесли в сельсию. В день, пройдём, надо пройдём. Тихи, тихи. 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 Учители, которые льстили бы их слуху. То есть, это он его предупреждает. Чтоб тебе не... Младенец родился, лекурный плеем. Нет. Младенец родился. Я не могу начать. Младенец родился. Да, джек, тихо. Тихо, на десятое. Так, тихо, спокойно. Тут не так начинается. Младенец родился в безвешенном пещере. Так, стихотворение одно. Прочитай слух его. Я не могу начать. Так, всё, начинай. Отключи, давай. Он ещё не может мелодию... Я не могу мелодию поймать. Он родился. Лекурный плеем. Да, да я... Что-то вы симпатизм. Да он как напоёт-то? Вы что, смеётесь? Я напою так, что не разверётся. Говорят, Иоанн Кукузель, когда пел, он коров пас, говорит, коровы перестали есть. И мы тоже, когда пасли, я пел, коровы перестали есть. Говорят, они не знают, где найти. Мы пели, как, чёрт под красным знаменем, красный командир. Мы сленые батаратские, мы за новый мир. Я не могу начать, и всё, первую строчку. Ну, кто знает, кто пел? Младенец родился в безвестной пещере. Кто пела поёт? Младенец родился в лихую имиплеем. Как бы, что опять не пели? Вот и на все времена. Да, притевцы это поняли. Начало кто даст? Это припево начнём. Младенец родился в безвестной пещере начинается. Ну, это видите, мотивца составила. Маленько другой сделайте. Младенец родился в безвестной пещере. Так вот, всё. Давайте. Так, всё. Всё. Мы хотим. Иди, пой туда. Рядом садись с Еленой. Так, подпевайте, ребятишки. Так, сейчас отмахну рукой, тогда начинайте. Так. С едой закончил. Не греметь, не шуметь. Так, иди, пой, быстрее. Иди. Маленько. Попей, да, всё же. Вы, это, главное, трудитесь на открытии. А там, дайте мне попей, а то я не выведу. Вот сюда, туда поверните. Сюда, грецунь. Что такое? Вот так, садись. Что такое? Фотографируй? На, фотографируй. Так. Младенец родился в безвестной пещере. Не такое обычное дело. С тех пор, та табличка нет места для черви. Две тысячи лет провисела. Кормушка скота называлась, а ясли в неё положили младенца. Кончалась ночь, в небе звёзды угасли, укрывшись зарить полотенцем. Младенец родился рекой Ветриен, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный дым, в ней дочи сильных равенах. Потом это будет в далёком плотном, и в эра их равных. Покажешь жильё с беспловесным скотом, Египет и смертные равны. Пока только ангелы знают об этом, и частью сказать пастухи. Потом будут книги, восторги поэтов о том, кто прощает грехи. Младенец родился рекой Ветриен, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный дым, в ней дочи сильных равенах. Младенец лежит пеленами повитый, обласканный матерью девой. И в страхе равен разворачивал свитки, и всё истолковывал в лето. Тот камень уже не рукой отрывал, а чрево, что шили небес. И рушились троны, и гибли валы, победных воздвигнулся крест. Младенец родился рекой Ветриен, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный дым, в ней дочи сильных равенах. Когда-то от голода Родину бросив, к полям Моавинским ушла на Эминь. Но срочно иди пешей, зовёт Сифиосиф, хлеб жизни сегодня родился Аминь. Младенец родился рекой Ветриен, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней дочи сильных равенах. Здоровье, января 1984 года. Я попрошу на эту скамейку сеть, мы запишем сейчас ещё раз его. Так, по-моему, пока отруби от этого. Продолжение следует...